Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Президент Санду раскритиковала решение Центра Сбиркома увеличить число избирательных участков за рубежом до 146. Глава государства назвала это решение формальным и недостаточным. Об этом она написала на своей странице в Facebook 8 июня. Решение ЦИК увеличить число избирательных за рубежом с 139 до 146 формальное и недостаточное. В Европе были как минимум 10 избирательных участков, где на последних выборах закончились избирательные бюллетени и тысячи граждан были лишены права голоса. В проекте, за который сегодня проголосовали, не подошли серьезно к регионам с большой концентрацией молдавских граждан. ЦИК не политическая структура. Решения этого учреждения должны быть техническими, нейтральными и профессиональными, написала Санду. Если граждане Молдовы не смогут проголосовать на досрочных парламентских из-за нехватки бюллетней, ответственность за это должны нести члены ЦИК, подчеркнула глава государства. Ситуация, в которой перед гражданами страны закрывают дверь избиручастка, потому что закончились бюллетени для голосования, провал Центра избиркома. Повторение аналогичной ситуации в этом году будет означать, что члены ЦИК используют свой мандат, чтобы повлиять на ход выборов. Представляя проект, Серджо Гурдуза предложил в Афинах из двух избирательных оставить один участок в связи с тем, что эти участки находятся в трех километрах друг от друга, а на предыдущих выборах там проголосовало около 2500 человек. Также он предложил не открывать участок в Румынии, в городе Арадия. В России предлагаю перераспределить участки территориально, но оставить то же число. 17. Во Франции предлагаю открыть 10 участков, это на два больше, чем раньше. В Германии предлагаю открыть участок в Лейпциге, сделать больше участков во Франкфурте, открыть еще один в Дюссельдорфе и в чтобы всего в Германии было 9 участков, на три больше, чем в первоначальном варианте, отметил Гурдуза. Член ЦИК Дмитрий Павел отметил, что он хотел увеличить число участков для голосования за рубежом еще на 24 участка, и проект, предложенный Гурдузой, не кажется ему способным улучшить ситуацию. Он заявил, что не поддержит его. «Это предложение поступило на фоне дискуссии с угрозами применения физической расправы. Я поддержу этот проект, но не из-за страха, а чтобы выйти из тупика, в котором мы оказались», — заявил Чимил. Член ЦИК Шарбан отметил, что перераспределив географические расположения из беручастков, удастся избежать загруженности и не допустить того, что на каких-то участках не хватит бюллетеней. «Было бы лучше открыть больше участков, но надо считаться с расходами», — сказал он. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и обязательно пишите свой комментарий под видео. Теперь газета всегда с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok